МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброй ранецы! А вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. У Гомельской области набирая обороты кампания по выборах депутата у палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. По опошних дадзиных округовая выборчая комиссия зарегистровали 37 инициативных групп. Напереды дниш отбулося другое посаджение областной выборчай комиссии. А кроме организационных питаний, ее члены разледили первый критичный зворот. Жихар Гомельского района Ростислав Лобан звернулся у областную комиссию со скаргой, на Круговую выборчую комиссию Гомельской промысловой выборчай округи номер 35. Сутность звороту тем, что у день регистрации яго инициативной группы ее членам не выдали посвеченни и подписные листы. Разледевши усе количество справы, областная комиссия не знайшла порушения у день округовой комиссии. Сгодно выборчему кодексу Беларуси комиссии не обовязаны выдавать посвеченни минавито у день регистрации инициативной группы и у полным праве зарабить гэта на наступный працонный день. Азначим так само, что по опошних звездках у округовая выборчая комиссии поступило 56 зворотов об регистрации инициативных групп. 37 из них разгляджены и инициативные группы зарегистрированы. 26 представляет сегодня беспартийный блок, 11 представляет 5 политических партий. 5 объединенную гражданскую партию, 2 представители представляют коммунистическую партию Беларуси, 2 либерально-демократическую партию, 1 Белорусский народный фронт и 1 Белорусскую партию зеленых. Процесс сегодня сбора подписей идет, проводятся пикеты, осуществляется подворный и квартирный обход. Тым часом вызначаться со своими кандидатами почали и працонные коллективы. У Гомельским державным техничным университете Мясухого отбылася ответная конференция. У делу ее приняли больше, как 100 человек працонного коллектива в НУ. У ходе конференции разглядалось вопрос о вылучении кандидата у депутаты Палаты представников Национального Схода, директора Гомельского областного музея военной славы Паула Ждановича. Свой працонный шлях он начинал как наставник истории, затем 12 годов жизни присвятил музейной справе. Пройшел шлях от молодшего наукового супрацонника до директора Гомельского областного музея военной славы. Павел Жданович зараз активно займается не только профессийной, а и громадской и науковой деятельностью. Он не забывая выкладчицкую справу проводить для молодей конференции на тему Великой Айчинной войны. На думку працонного коллектива Гомельского державного техничного университета Мясухого, Павел Жданович человек, який розумом и сердцем ведая проблемы и отчувая перспективы сучасной культуры и адукации. А тому и он сможет агодно представлять интересы нашего региона. Человек реальный, он фактически на голом месте создал музей, который является лучшим среди других городов. Об этом говорят и занесение музея на республиканскую доску почета и награждение его специальной премии за духовное возрождение президентской. С другой стороны, он имеет непосредственное отношение к образованию, потому что он сам по своей квалификации преподаватель, активно преподает. Так вот мы хотим, чтобы в парламенте активно были представлены эти два направления, чтобы они не потонули во всех других аспектах. Повеличение объема увы творчасти и полявшение добробыту грамадян. Головная задача, яке зараз стоять перед керавництвом Хомельской области. Об этом заявил старшиня Аблоканкама Владимир Дворник у Хойниках подчас встречи с ветеранами керуючих аппарата региона. Подробязности у сюжете Настаси Кучинской. Перед встречей со старшиней Гомельского Аблоканкама Владимиром Дворником, былых керуючих работников познайомили с житем Хойницкого района и показали одно из лепших мясовых предприемств. На Полеском вытворчем участку открытых акционерных товарств Мелковита многие из этих людей неупершиню. Были старшиня Райкама, керойники управления и комитета Гомельшина с предприемствами региона, знаемые добры. Але, я кажусь, такой шестяний при гажосте у них час не было. Сегодня былых керуючий молочный завод угоходить у состав открытых акционерных товарств Мелковита. И специализуется на вытворчасти твердых и плавленных сыров, сухой сыроватки и сметанкового масла. Гэта маль безадыходная, поспяховая вытворчасть. Рентабельность от выпуска сыроватки складает 22%, от сыров до 33%. Большаясь продукции идя на экспорт. И гэта заправдный поспех. Завод был побудованный перед Шарнобылем. На полную могутность комбинат вышел усяго за год до катастрофы. Авара НШАЭС серьезно подкасила предприемства. Большаясь обстаневания пришлось консервовать. Выжили только на техническом казеине. Это небо и земля. Мы вначале только думали, что делать с этой сыроваткой. И вот уже через 16 лет я увидел воочию, как вопрос решен, и она вся перерабатывается в сухом виде. Еще одна новая и показальная вытворчасть Хойницкого района – молочно-товарный комплекс «Пудаков» к Супвелетин. В минулом году тут надоели свыше 6 тысяч литров молока на корову. При этом якостная, переважная, гатунку «Экстра». Выручка от реализации после закрытия у всех выплат позволяет накеровать гроши на развитие. Живелы утримливаются на фермах круглый год, без выпасу. При этом умовы можно сказать санаторные. На таких фермах повеличивается термин життя коров и период лактации. До того, что работникам значительно легче, самые працаемки операции автоматизованы. Ветераны кирующего аппарата удивляются. У свой час чули, что такие фермы працуют у экспериментальным парадку за мяжой. Аля тогда не верылася, что такое можно будет убашить, лишь и в каждом районе Гомельшины, да тем больше у Хойницки. Аля час показал, ничего не могшимого не мог, калей грамотно подойти до справы. У кировництва района яши великие планы. Развивать производство. Самое главное. Будем развивать производство. За производством пойдут социальные объекты. Но самая главная задача, у меня, председателя, ту, которую задачу наставит президент Республики Беларусь, губернатор, это улучшение благосостояния населения. А пошли пункт в плане визита у гостей – Хойницкий краезнавший музей. Тут проходит сустрейша со старшинью Гомельска, а был ваканкама у неформальной обстановки. Я кажу, Владимир Дворник, хотелось осустреться с коллегами, заслуженными людьми у сябровской атмосферы. То, и что сюня Майя Гомельшина у многим и их заслуга. Так-то инакш, кожный наступный керавник учится на помылках и поспехах попередников. Размова у первого черга в развитии Гомельской области и у приватности Чарнобыльских районов за опушные пять годов. По мыльниках минулой пяти годки, ешь, чем гонорыц, рассказывает губернатор. Промысловая вытворчость выросла на 9,5%. Вытворчость сельгазпродукции на 14%. При этом на одного же хора в области на 7% выраблена сельгазпродукция больше, чем у середням по республице. По узровне оплаты працы, наша в область заховывает другое место в Украине. Знаковые досягнение повышения агульной протяглости життя и поляпшения демографичной ситуации. При чем зараз, больше за все детей наражается минавито у районах потерпелых товары на ЧАЭС. У Шарнобыльских районах так само активно расте вытворчость и активизуется приватный бизнес. И такие темпы снижать не сбираются. У целом у Гомельской области головная задача зараз поднять якость життя людей. А этого максимум добиться только ростом экономики. Мы все понимаем сегодня, что если будет увеличен объем производства, будут дополнительные числения в бюджет и создание условий для человека, который живет на этой территории. Поэтому еще раз экономика, экономика и экономика. Настасья Кучинская, Игорь Марышченко, телерадио-компания Гомель, Сходницкого району. Каб любый район эффективно функционовал, у его центра должна находиться мощная вытворчость. Такую думку после дела в Аусси Белорусском народном сходе выказал старшиня Ельского райвыконка Малянит Писаник. И додал, что на подначаленной ему территории треба робить упор на развитие сельга с организацией. Насельничество Ельского района – около 15 тысяч человек. Многие займаются бизнесом. У Апошни часту значно узмацнилась предпримальницкая активность, а это операционное место развитие творчества и изразумело податки в бюджет. И личбы немалые – 40% от всех поступлений. Задача сегодняшняя – район мая охранный ухил – развивать минавито гэты сектор экономики и говорка не об будовнецстве новых фермов. Необходно больше эффективно выкористовывают теснуючие комплексы. Надо сегодня повысить эффективность того, что мы уже построили. У нас создана нормальная, хорошая база. Эта база должна дать результат. А уже дальше потом двигаться вперед. Но сегодня именно надо снижать затраты, надо снижать издержки и увеличить производство и выручку. Тогда будет результат. Зараз в районе працует 6 сельгаз-предприемств. Их эффективная работа залежит и от климатичных умов. Минулое лето за природных катаклизмов спадзявания грары не оправдала. Таму селета великая надея на сприяльное надворье и добрый ураджай. Почал працу оздоровленчий лагерь «Курсантты». И он принял подлетков с Добрушского, Рогачевского, Светлогорского и других районов Гомельской области. На открытии змены побывала Ганна Ковалева. 25 подлетков от 14 до 17 годов с разных кутков Гомельщины собрал оздоровленчий лагерь «Курсантты». У одних юноков заплячимы непростые относины с законом. У инших на дворот активная громадская волонтерская праца. Такое разное минулое и огульная сучастность. Ближайшие девятенги будут разом жить и бавить вольный час. Организаторы лагера вырошили зарабить ставку на метод ровный, навучая ровного. Его станучий эффект доказан по переднями пятью годами. Как выник после закончения измен лагера, многие из тяжких подлетков становятся законопослухмянами и знаходят свое место в громадстве. Даже если сравнить, скажем, две статичные фотографии открытия и закрытия, посмотреть на лица, лица разные. Ребята меняются. Меняются и это очень приятно. В первый день лагера с ребятами сустрелись организаторы. Открытие измен отбылось у Белорусским державным университетом транспорта. На базе якого, звучайно, и проходит лагер. Убирает ягу працы, с ними будут займаться психологи, представники силовых ведомств. С подлетками проведут правоориентационную працу, расскажут про разные сферы деяности и допомогут вызначиться с будущей профессией. В будущем я намерен создать собственный бизнес, поэтому все этот комплекс мероприятий позволят мне расширить эрудицию, развить интеллект, обрести новых друзей. Кожный день лагера уже расписаны по хвилинах. Строги, амаль-армейский режим объеднали с насыщенной культурной и спортивной программой. Для подлетков проведут уроки выживания в экстремальных ситуациях, организуют экскурсии у пожарную часть, на выротовальную станцию «Асвод», а так само у музеи, кинотеатры и храмы Гомеля. Ну и завершением станет закрытие, когда мы сможем увидеть, чему дети научились. Обещают нам провести флешмоб, то есть вот за эти 9 дней их чему-то обучат. Очень интересно в том году было. Ну а вторая смена начнет работу уже с 18-го числа. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадо-компания «Гомель». Радиостанция «Гомель-Плюс» отзначила свой день народжения. Вось уже 4-е годы коллектив дорыть своим слухачам добрый настрой и позитивные эмоции. 7 лепеня 2012 года на хвале 103,7 FM началось вещание в тестовом режиме. Сегодня можно с упевненностью сказать, что «Гомель-Плюс» з'является одной из ведущих радиостанций в области. Что день у эфир выходят забавляльные программы. Креативные и веселые ведущие заражают своей энергией, гуморами и жартами. Але головное место все ж таки займает музыка. Эфир складается с популярных композиций белорусских, российских и замежных выканауцов. Плейлист радиостанции включая шмат золотых хитов, які пройшли в прабаванне часом. Так само немалая роль отведена информационным, аналитичным выпускам. Осветляются только самые свежие и, что немаловажно, региональные падеи. Перша початковая радиостанция была ориентована на аудиторию от 30-ти годов. Однако сёння «Гомель-Плюс» знаходит своих слухачоу и сирот больше молодых людей. В основном это время и ушло на то, чтобы мы упрочились в эфирном пространстве. Плюс выровнялся формат, потому что всякое новое явление, оно так немножко еще шатко ведет себя с учетом всей окружающей действительности. И опять-таки для того, чтобы найти свое место. Сейчас уже можно сказать, что радиостанция «Гомель-Плюс» не полностью, но во всяком случае более четкий формат, более четкая слушательская аудитория. Сегодня в вёсках «Малые и Великие Аутюки» распочнется восьмый Белорусский фестиваль народного гумора. Его организаторы – Министерство культуры Республики Беларусь, Гомельский облывы «Канкам» и Калинковицкий райвы «Канкам». Селетний фестиваль зновь зберей лепших гумористов з усёй Беларуси. Приедут делегации из областей, города Минска и особные коллективы из многих вёсок и городов, где шануют достепные жарты, анекдоты, припелки и гуморески. Сегодня, первый день свято, а у дельники фестивалю покажут своё природное гумористичное майстерство у многих вёсках Калинковицкого района. Другий ж день фестивалю пройдя на центральной площади райцентра. Тут на холодной сцене будут представлены конкурсные программы гумористов. А кроме того, жару и гостей города, чекая в улице подворка, конкурс пригожостей мисс Аутюки, олимпийские Аутюковские гульни и еще шмат И это была пошнень информация нашего ранешнего выпуску. У студии працывала Наталья Гнаценко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого дня. До новых сустречу эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok